В этом видеоуроке мы рассмотрим функции на языке JavaScript. Функции это механизм для многократного использования частей кода. Они позволяют запускать один и тот же код из разных мест программы и нам не придется для этого копировать код. Организация кода в виде небольших частей позволяет видеть общую картину и думать о строении программы на более высоком уровне. Функции очень удобны, когда нужно многократно выполнять в программе какие-то расчеты или другие действия. Мы уже пользовались готовыми функциями, такими как matrandom, matflure, alert, prompt и confirm. А сейчас мы научимся сами создавать функции. Сейчас вы здесь увидите картинку, как устроена функция на языке JavaScript. И сразу же на примере кода мы создадим простую функцию. Смотрите, как создается функция. С помощью слова var, так же как мы создаем переменные любые и массивы объекта, мы создаем функцию. Делаем название переменной. После знака равно пишем function, круглые скобки. И внутри фигурных скобок у нас идет все тело нашего кода, нашей функции. Если мы сейчас нажмем enter, у нас ничего не произойдет, но функция уже создана. И смотрите, как нам ее вызвать. Для того, чтобы ее вызвать, мы пишем название нашей функции с круглыми скобками и ставим точку запятой. Нажимаем enter. Вы видите, мы получаем привет мир. Это то, что было внутри нашей функции. В теле функции. Также функция возвращает значение. Это значение, которое функция выдает наружу, чтобы потом его можно было использовать где угодно в программе. Сейчас вы видите, что это значение сохранилось у нас в переменную ourFirstFunction. И оно содержит привет мир. Конечно же, здесь в круглых скобках можно указывать аргументы. Смотрите, зачем они нужны. Сейчас вы увидите схематическое изображение. И мы создадим новую функцию. SayHelloTo function. И внутри скобок мы пишем name. Смотрите, зачем оно нам нужно. Теперь мы здесь выводим привет. И плюс это переменная. Нажмем enter. И попробуем вызвать эту функцию вот таким вот образом. Пишем название, но в круглых скобках мы уже пишем строку какую-то. Пишем здесь ник. Нам выводит привет ник. Если мы напишем привет... Если мы напишем SayHelloTo и в скобках Анна, то будет привет Анна. Также мы можем указывать здесь любые значения. Например, цифру 1. Вы видите, как это работает. Так как переменная здесь может быть любая. Чтобы передать функцию несколько аргументов, их нужно указывать через запятую. Так как показано на этом изображении. И давайте рассмотрим очередной пример. How many times, what to draw. То есть сколько раз и что рисовать. Мы указываем такие вот аргументы в функцию. И с помощью цикла мы рисуем столько раз, сколько указано в переменной how many times. Рисуем тот символ, который указан в переменной what to draw. Смотрите, как это работает. Вставляем здесь количество. Можем указать любое. Например, 6. И здесь что у нас будет отрисовываться. Укажем пока что простой такой смайлик. Нажмем Enter. И вы видите, что у нас 6 раз отрисовался данный смайлик. И вот так вот с помощью функции мы очень просто сделали. Я надеюсь, вы разбираетесь уже в этом коде. Так как раньше мы рассматривали циклы, переменные. И сейчас у вас не должно возникать проблем. И вы сходу должны понять, что такое функции. Теперь рассмотрим возврат значений из функции. Создадим вот такую вот функцию у нас. И с помощью слова return мы возвращаем наш аргумент number умноженный на 2. Смотрите, что у нас произойдет. Если мы вызовем double и в скобках укажем любое число, например, 4. То мы получим сейчас 4 умноженное на 2. Получаем 8, вы видите. Также такие функции можно записывать таким вот образом. Var, например, new double равно. Но и присваиваем сюда значение любое с нашей функции. И теперь, смотрите, если мы посмотрим нашу переменную new double, там будет значение 6. Таким образом, мы в новую переменную присвоили результат из функции. Все это делается за счет возврата значения return. А теперь вызов функции в качестве значения. Мы можем делать вот таким вот образом. Например, double 4 и опять вызвать эту функцию double 2. И смотрите, что у нас получится. У нас 8, прибавить 4, получается 12. Таким вот образом. Либо же можно вызывать ее 2 раза. Вот так вот. Смотрите, что мы получим. Мы получаем 12. То есть мы сначала делаем double 3. Это у нас 6. А потом для значения 6 мы еще раз делаем double. Именно в этом порядке. Можете увидеть это на изображении. Раньше мы в наших уроках делали, если вы помните, случайный выбор из массива какого-то слова. И смотрите, как мы можем это переделать с помощью функции. Вот такой вот код у нас. Массив слов. Здесь любые слова у нас. И теперь наша функция. Принимает она в аргументы. Words. Это будет массив. И смотрите, теперь как мы возвращаем значения. Мы возвращаем из этого массива случайно выбранное число matfor. Случайно выбранное число matrandom, которое умножается на длину массива, чтобы создать коэффициент. И после этого все это округляется с помощью matfor и возвращается. Смотрите, что мы можем сделать. Пишем нашу функцию. И в скобках указываем название нашего массива, который мы создали ранее. И посмотрите, что мы получаем. Случайное слово из данного массива. Можем вызывать несколько раз. И таким образом все это работает. Также мы можем писать, например, здесь в квадратных скобках сразу же сам массив. И смотрите, укажем слово 1. Пусть пока будет через запятую слово 2, слово 3. Пока что не важно, что здесь будет. Главное увидеть результат. Нажимаем enter и мы таким образом получаем случайный элемент из массива, который мы указали в скобках. Вы видите, какой у нас сейчас здесь аргумент у функции. И так тоже можно делать. Для того, чтобы выйти из функции раньше того, как она окончится, можно использовать return. Как мы уже делали это раньше, но return может быть в любом месте кода. И даже если после него есть какой-то код, функция завершается. Именно после return. Это может быть полезно для того, чтобы проверять какие-то аргументы, которые мы приняли в функцию, на правильность их значений. И если они неправильные, то мы выходим из функции и ничего не делаем. Смотрите, пример кода сейчас. Создаем функцию. Здесь у нас один аргумент. И с помощью условия if мы проверяем, если длина этого аргумента меньше 5, то мы выходим из функции и ничего не делаем. В противном же случае мы возвращаем пятая буква вашего имени и возвращаем эту букву. Смотрите теперь, как это работает. Укажем здесь аргумент Николай. Пятая буква вашего имени L. Если же мы укажем короткое имя, которое меньше 5 букв, то мы ничего не получим, так как функция не отработала, а вышла на вот этой вот стадии. Я надеюсь, на данном этапе вам все понятно. Также можно использовать return вместо конструкции if-else. Смотрите, как это работает на примере. Создаем также функцию и счет. Если он меньше 3, то возвращаем бронзовая. Если меньше 7, то серебряная, а во всех остальных случаях золотая. И теперь, если мы вызовем нашу функцию с каким-либо значением, например, 1, то мы получим бронзовая медаль. Если мы введем значение до 7, серебряная. И в остальных всех случаях мы получаем золотая. Как вы помните, раньше мы использовали для этого if-else конструкцию. И она довольно громоздкая. Можно использовать такую конструкцию, как мы рассмотрели сейчас. И последнее, что мы сейчас рассмотрим, это сокращенная запись при создании функции. Длинная запись у нас выглядит вот таким вот образом. Мы в переменную присваиваем функцию с аргументом. А дальше в фигурных скобках у нас идет тело функции. И тут все понятно, так как мы все это тело вместе с функцией записываем в переменную double в данном случае. Но можно записывать и короче, таким вот образом. Function. Здесь точно так же указываем double. Аргумент. И дальше у нас вы видите все то же самое. Здесь отличие только в том, что тут у нас используется var для создания переменной. А здесь его нет. И знака присваивания тоже. Это две идентичные функции. Сейчас вы видите. Просто записанные разным образом. С помощью длинной записи и короткой. Вы можете записывать так, как вам нравится. И сейчас мы узнали, что функции позволяют повторно использовать фрагмент кода. И могут работать по-разному в зависимости от переданных аргументов. И могут возвращать значение в то место кода, откуда они были вызваны. Также функции дают возможность называть фрагменты кода понятными именами. Чтобы, глядя на название, мы могли сразу понять, что функция делает. Спасибо вам за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Оценивайте его. Пишите комментарии. Задавайте свои вопросы. И переходите к новым видео урокам на моем канале. Услышимся в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok